так мы друзья видим как чесночок выжимается из-за чесноковыжималки советской советской да еще сделанные коммунистами настоящими наблюдением порткомов вот так светик а мясо как мясо мясо уже лежит там вон там да яска это что это ты уже смешала свинину с говядиной она еще не перемешала просто выбросила сюда вот а ты по них это пахнет лучок я просто не могу от оторваться от того как ты жмешь чеснок теперь друзья вот светлана милую вот это а что это хоть скажите лук по бленданной вместе по-русски можешь сказать что с ним случилось лук я как же сказать и по-русски то это же лук с закваской от капусты лук закваска пахнет просто луком это но пахнет таким очень ароматно хорошо пахнет аромат вчера да ну по-моему больше луком чем чем-то там нет оно должно пахнет луком я просто положил эту закваску подожди ты потерла этот лук как-то чем но у меня есть этот вот такой который делает каши забыл как он называется миксер такой ну тогда этот забыл итак у нас есть мясо сверху там это сухой лучок насыпан покажи давай я покажу вот это вот это вот чок они до такой порубленный чесночок порубленный сухой чесночок так что лучок я извиняюсь порубленный сухой лучок чесночок мы только что свеженький живой подавили на самом деле много довольно таки лука потому что это уже высушена здесь вот полных белок и так давай две луковицы а я специально налила чтобы она была жиденьким да чтобы вот содержимое наших потенциальных вареников пельмени как хотите мы условно назовем это пельмени чтобы оно было сочным они не сухим а сочным да потому что мясо это не очень жирное то есть именно самого жира там будет немного но вода должна быть какая-то потому что мы заморозим это все потом варите она должно быть сочным мы вот у нас соль такая гималайская что же друзья здравствуйте у нас гости приехали из сакраменто как в америке говорят придрайвали вот а значит сами они рассказываете дать представляйтесь сначала я максим так это младшая дочь николь старшая кира и марина и марина а николь это уже так по-американски это когда это были заготовки заготовки для девочек может модно интересно так у нас один годик до полтора и шесть так ты уже в школу ходишь первый класс она закончила киндергарден один год походила там она уже научилась болтать на английском свободно тыковки я думал что так чтобы скушать могли собрать моё понимание такое что сакраменто находится в очень сельскохозяйственном таком районе и там можно отъехать и собрать все что хочешь там где-нибудь и черешню там размером с яблоко хорошо так а вы в питере чем занимались это солнышко и в глазки я понял мы ее так поставили на солнышко а тут что делаете а тут сейчас ремонтирую апплайнсы если стиральные машины сушильные холодильники то есть можно жить с этого дела так а марина что делает а я мама ну как же мама красивая папа работает ну она хотела работать а тут я говорю нет вот вот раз и американка у нас теперь но она пока русскоязычная у вас американка но старшая у нее русский не теряется она так нормально русский не теряется как бы мы так пытаемся если она начинает на английском замешивать ну хорошо язык быстро у нас у нас сегодня день здорового питания значит рассказывайте вы с чем приехали ой мы с рыбой приехали так что за рыба что какая так это свежий привезла так и собственного засол а тебе когда когда зубы у тебя выпадали те мама давала доллар за каждый зуб фея приносит фея фея я извиняюсь фея давала доллар это может иногда мама дает фея даже лучше когда дает но у тебя еще что у тебя еще мало то что вырастут вместо выпавших у тебя еще там потом новые появятся когда старше становишься еще добавляется зубов можно очень больно укусить если что если допустим хочется кого-то укусить вас школе там не кусаются что офис в офис хорошо значит а так чтобы вот дрались там нет такого чтобы дрались дети ну и здесь есть дерутся а их тоже в офис или наказывает они сидят там на линии ходят на линии весь рисус по цирку да то могли бы это копать что-нибудь если копать даже интересней ну хорошо этого скакалки хорошо ну что движемся друзья движемся в сторону прилавка так сказать кухонного вот друзья почти как в пещере первобытные люди вот они там сидели я не думаю пишите что они пили ты не понимаешь сама по себе сюжетная линия то есть сидят люди готовят кушать ты смотри как марина их скручивать и чувствуется что марина давайте посмотрим вот эти китайские несколько оказалось хорошо тоненькое тесто порезанная марина его вот так водичкой смачивать здесь вот людечка с водичкой до компози смочила давайте я наблюдаю за ложечку раз если как она как пальчики ты бегают бум 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 это у меня нет нам скажут что вы специально повара при этом косим под простого человека это не так 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 это в питере они так а в питере это все под водочку должно идти как песни поется в питере пить вот откуда сами вот а ты питерская я в россии родился познакомились мы в москве позже не так аппетит вы как попали переехали чё нам действительно да вы что как там в псковской да как там а там там больше пьют или меньше но народ и так же не родственной в целом позитивный нет а в питере более позитивно мы пожили в москве и в питере как бы даже вечный спор даром сейчас но когда в питер переехали я так и не смог может быть климат там прохладно более серое и климат соответственно люди одеваются также тоже более серо в смысле одеваются разнообразнее и дай как быстрее наверное люди быстрее там движение я когда был вот москвичок и попадал в питер мне там очень нравится в частности мне нравилось что народ спокойнее и вот допустим там можно и поболтать и и так он тебе обстоятельно чем-то расскажет когда идти то есть не на ходу так скажет а так как слушайте сюда значит вот идешь туда потом идешь на послушайте давайте как я вас до угла доведу уже там дальше вы поймете значит там и как то так вот сейчас там точно так же как и в москве скажи мне просто вот какие у тебя впечатления что это очень хороший вот такой любезный что я бы в жизни не сообразила что пельмени вот так нужно скручивать вот они скручиваются вареники видишь на я бы не придумал что это обычный пельмени я все гуля я все думал а как и вот такой он должен быть формы что было так разрешено надо сказать друзья что если вы попадете в соединенные штаты и захотите пельмени то совершенно обязательно делать самому значит во первых в русских магазинах есть сейчас очень вполне съедобные пельмени делают в нью-йорке в лос-анджелесе совершенно замечательно есть пельмени мороженые продают но вареники но есть люди которые делают и ну тип как кулинарии что ли да получается это на фейсбуке там есть они там информацию дают или еще где-то то есть вы можете прямо заказать вот в сакраменто принято мы сами покупаем но расскажите почем вот как как это все выглядит 10 долларов стоит два паунда килограмм 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 пельмени домашние до вкусная она делает либо с курицей либо со свининой либо курица свинина замешана и же продает магазин нет мы приезжаем она выходит с пакетиком и обменивались за десятку мы берем сразу два-три пакета в морозилку очень удобно то есть на самом деле что можно так заработать что-то очень сложно я приехал у нее такой холодильник ну которые как разильный даром полный они с мужем ну и так лет тоже 60 то есть то есть вопрос вопрос о том чем заниматься когда скажем возрасте что когда мы ехали сюда в америке много лет назад в москве совсем плохо с едой было 90 год да я вот помню что как-то мы напоролись на пельмени магазине таких красных коробках в москве и такие еще с каренделечками и поскольку другой еды не было мы этими пельменей мы забили всю заморозку и в общем этим пельмени только исключительно мы еще купили копченые колбасы я вот дома мы собирались уезжать я думаю вот мы так любим пельмени мы приедем америку а где же мы там найдем пельмени то это же целое дело вот таких в мире чистого найдешь ничего но как вы что в моем америке есть но почему-то мое воспоминание опять можно были молодые может там голодухи это все было не знаю но почему-то те пельмени которые мы ели вот тогда вот как на этих коробках они кажется вкуснее чем те которые не продаются это молодец я эти пельмени вообще не любила никакие у нас были даже продавались какие-то за бешеные деньги какие-то там не знаю по 250 рублей за пакетик и не тоже невкусно какое-то мясо это здесь я самое главное я думаю что многие люди которые ностальгируют по коммунистам советскому союзу есть такие я думаю они в гораздо большей степени ностальгируют по молодости своей а кажется что вот это связано именно вот с тем а просто когда молодой и пельмени идут по-другому и водочка как идет когда молодой да потому что вопросы вкуса конечно они связаны еще с тем что что человек ест из остальной еды понимаешь потому что конечно когда у тебя кроме пельменей других лакомств нету нет нет но они тебе кажется каким-то там безумно когда у тебя такое большое разнообразие то опять игроком что тут сказать света я очень благодарна за такой вот ликбез потому что на самом деле мы находимся на диете и уже не ели пельмени год наверно друзья я хочу рассказать чтобы вы понимали контекст в котором лепится пельмени вот я лично в течение недели не ел ничего кроме вареные индюшки и тушеный 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 индюшки даже не разогревал холодную ел и тертые капусты такой знаете капустный салат в общем да такой салат имеется просто капуста без ничего нет как она была сразу света света сдабривает капусту свежую рассолом нашего она была вкуснее потому что она без масла идет совсем вот этим это капуста без масла и тушеная индюшка это то что я ел в течение недели это было очень вкусно чтобы немножко знаете скинуть веса то я поднабрал и вот мне удалось за эту неделю скинуть этих неправедных 4 килограмма и я думаю но вот еще один сегодня ты уже оттянешься на всю катушку и завтра будет плюс еще еще один на следующей неделе я добью как я тоже все время говорю с понедельника худею сегодня но так получается что вот такая мужская совершеннейший идеал это то будете вот как ваша дочка ой она у нас так есть в час по чайной ложке но зато николь есть прям все не маленькая николька очень жизнерадостный ребенок вот прямо по гороскопу по гороскопу кто ваши детстве и телец не только телец я тоже такой был веселый разница буквально 20 мая родилась николь 6 июня на кира ну то есть я понял мы со света и тоже телец и близнец да и примерно тоже ну почти да я я довольно ранний телец она вот как раз и друзья это жизнерадостный да я у меня в морозилке кое-что оказалось я вот вам хочу показать это блинчики написано блинцы с это блинчики написано royal frozen food я даже не знаю русские не русские наверное русские в общем света ты что-то можешь сказать про блинчики я помню что их поджаривают на сковородке они довольно вкусные это блинчики с мясом может быть и не русские но блинчики а вот это вы видите пельмени вот но вот вот так вам будет лучше видно что пельмени это пельмени которые продаются просто в магазине в морозилке берешь из магазина и в морозилку кладешь но себе в этом разница вот тут по-русски написано 150 штук пельмени с говядиной и свининой грэмма пироги это видимо название компании до бабушкины пироги made in usa между прочим чтобы себя не сомневались да так что вот это продается сколько под видите друзья как едят киви американские дети киви берется ложечкой но она так удобно удобно сказать что ребенок киви относится очень положительно а зеленый не очень это для пельменчиков это для пельменчиков ну чего что-нибудь скажешь никого телец понимаешь начинающий сплошной позитив друзья а как вы знаете вот киви например она подходящая для ребенка или это золотистая у вас такая сладкая да в момент покупки уже знаете что вы берете или так может нарваться но мы взяли случайно взяли попробовали золотистая красавица киви большим девочкам большим девочкам большие девочки и ложка большая а нет желания прям целиком в рот запишнуть а вот арбуз когда хочется в арбузском залезть всем лицом ложкой в торт но тот тоже неплохо но мы на год покупали так и и никульс ну все что делаете хоть что и делаем так смотрела смотрела такая и хотела прям ее без ложки так везде понадкусывала как хохол понял нос но старше это кстати не стало так а что на донбассе все подкусывали там это как в анекдоте я подъеду вас опыт просто жизни на донбассе там ну я да а где вы конкретно жили димитров донецкая область красноармейский район а сейчас он называется как-то мира мир мир не миргород не поменять название поменяли один метров на этот по болгарскому коммунисту да 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 сегодня копчение рыбы спонтанно получается тоже гости рыбу привезли справимся это из костка да и откуда так и так это не только скорее хорошо это как это рыба лосось по простому по местному называется салмом и что-то ее помыть хочешь сначала а потом полотенчиком просушить ну хорошо вода пока течет я спустили немножко водить так давай давай гости привезли а что мы с ней будем делать мы заканчиваем это минут сорок зайдет именно копчение друзья вы увидите как коптится салман американский мы уже показывали но это будет вообще конец цвета конечно копченый салман это ой после этого уже шкурку надо чистить нет нет она уже почищена так светик так может быть нам пригодится в этом процессе наш лимон со двора что я потом уже как-то она закоптится если кто-то захочется и так рыбка подсушивается от внешней воды и все появилась решеточка и света хочет высушивать рыбку на решеточке давай понимаю с учетом подносика то на вас через когда такой позитивный ребенок вдруг сказали холодильник в чем смысл просто подсушиться а мы пока гулять пойдем она пока